привет друзья с вами снова дмитрий и сегодня я хочу поговорить с вами о некоторых нюансах отделки санузла в деревянном доме у меня дом из сип панелей соответственно считайте деревянный то есть он был обшит уэсби фанерой так сказать и я решил сделать санузел чтобы он меня удовлетворял то есть положить плитку что на стены что на пол и сейчас я вам расскажу некоторые нюансы с которыми мне пришлось столкнуться надеюсь это вам поможет вашей отделки вашего санузла и так поехали если с плиткой на стенах никаких проблем нету то есть обшивается гипсокартоном все стандартно на саморезы на черные потом покрывается бетон контактом и на бетон контакт уже клеится плитка здесь никаких вопросов нету но что делать с полом пол у меня деревянный все точно также уэсби нового избежка достаточно толстая что я сделал я покрыл ее гидроизоляции в несколько слоев и стыке между слоями избежки я закрылся пяночкой для пущей прочности и еще несколько раз прошел гидроизоляции у меня получился там три-четыре слоя гидроизоляции три-четыре раза и окрасил точнее ну слои и покрыл все это стыки серпянкой потом на гидроизоляцию я нанес опять же тот же самый бетоноконтакт и уже наклеил плитку никаких супер полов кнауф ничего я не делал мне хотелось сделать абсолютно ровный пол ровные стыки между комнатой прихожей и уже полом в ванной чтобы они у меня не было никаких порожков в ванную комнату сейчас я объясню почему и так если вы планируете ремонт просто вот в доме планируете обустроить каким-то образом санузел первое на что вам нужно обратить внимание это не плитка не туалеты не раковины не проводка батареи первое что на что вам нужно обратить внимание это на вентиляцию данной комнаты данного помещения у меня как таковой вентиляции специальные вытяжки с моторчиками у меня нету потому что у меня есть окна на первом этаже есть окно и на втором этаже вот как видите мансардное окно то есть если вдруг все мои старания превзошли мои ожидания то соответственно я всегда могу воспользоваться окном и точнее открыть и все это уйдет дальше вы скажете да открыть окно я могу летом никаких вопросов никаких нюансов открыл хорошо все выветрилось а как быть зимой а зимой у меня на данном окне есть специальная секция небольшая которая называется микро проветривание как в обычных пластиковых окнах специальное микро проветривание у меня расположена вот на верхней ручке вот если ее можно видеть она вот такая вот то есть закрыл вот так закрыл и все практически герметично ничего не происходит но так можно открыть и весь воздух весь теплый воздух который циркулирует он уходит туда и все запахи зимой они уходят и ну тепло остается здесь вот такая вот мягкая мембранка которая закрывает эти отверстия которые какая муха выкинем ее вот и она достаточно плотно закрывает как видите и и щель достаточно большая но она не высасывает так много воздуха как может показаться на первый взгляд все запахи уходят это уже проверено но это что касается меня и моего мансардного окна у вас если нету окна обязательно сразу предусмотрите вентиляцию то есть где будет проходить вентиляция где вы поставите электричество как подведете туда электричество точнее и куда на улице будет выходить труба с воздухом чтобы она не портила ваш фасад дома то вы сделаете у вас туалет рядом с дверью входной группой и здесь будет эта решетка вентиляционная ну как бы не совсем красиво поэтому сразу надо предусмотреть такой нюанс возвращаясь к моей дверной коробке и полу который я сделал без порожка это именно из за того что если вдруг я закрою комнату у меня здесь все равно останется вентиляционная щель то есть вентиляция воздух будет проходить и уходить уже выше в мою в мое окно туда естественные тяги что называется то есть если у вас будет порожек обязательно сделайте какие-то вентиляционные отверстия в двери есть специальные заглушки красивые сквозные такие вот которые скрывают отверстие достаточно симпатично смотрится мне такие не понадобились потому что я сделал ну как видите вот с палец толщиной у меня циркуляция воздуха происходит и почему еще я не сделал порожек потому что у меня все лежит единым контуром и нигде нету порожков и я не хочу их делать чтобы здесь был какой-то другой вариант в туалете поэтому обязательно нужно предусмотреть и этот нюанс еще один немаловажный нюанс о котором многие забывают если вы положили плитку на стены то обязательно нужно предусмотреть доборы и как бы наличники убрать из влажного помещения чтобы все это было отделано плиткой потому что во многих местах где я был в гостиницах даже такой фигни нету то есть стандартный деревянный добор и стандартный деревянный наличник во влажном помещении казалось бы да такого не должно быть то есть когда вы принимаете душ или бреетесь горячей водой пар все равно водяной присутствует и наличники и доборы они очень сильно разбухают и приходит в конце концов негодность то есть там два три пять лет и все надо уже что-то придумывать это не голословное утверждение потому что все вот эти дела все доборы все наличники обычно сделаны из прессованного картона там опилки дсп там что-то какой-то такой вот материал обычный и почему я делаю такой вывод сейчас покажу я не знаю будет ли здесь видно на камеру но постараюсь показать вот это вот пластинка то есть это задняя стенка раковины раковина абсолютно новая пользовался я буквально там раз 20-30 то есть ну и брился соответственно тут у меня вот и зеркало такое тут с подсветкой но как ни странно я очень удивился когда залез вот такая вот здесь беда видите уже зараза рассохлась не вся она да конечно но но достаточно неприятно как видите то есть это буквально новое изделие которое куплено прям буквально месяц назад и вот так вот она себя повело это причем я здесь еще не мылся у меня ванной нету это только вот вода туалет и бритье умывания там зубы в раковине представляете что будет с вашими наличниками это будет достаточно жалко когда вы столько убили на ремонт денег на материалы и они придут в негодность также немаловажную роль в эстетике санузла играет потолок я очень долго думал чем сделать потолок потолок у меня неровной формы поэтому меня есть посредине стык опять же здесь вот такой нюанс то есть ну как обычно там какие-то пластиковые панели пластиковые панели на мой взгляд не очень удобны в моем случае возможно в вашем это будет идеально у меня потому что здесь ну глава близко можете каким-то образом задеть потолок и собственно пластиковая панель обычная она можете зайти в магазин аккуратненько нажать на какую пластиковую панель и остаются следы поэтому мне хотелось этого избежать мне очень это не понравилось и дизайну этих и выглядят они как-то дешево очень мне не хотелось использовать пластик дальше есть железные такие же потолки реечные же из железа но опять же из-за того что у меня стык посередине очень неудобно было бы использовать вот он этот стык мой и как бы чтобы я не делал красиво железный потолок не получится вот я пробовал купил парочку этих самых железок и достаточно не очень хорошо это этот стык закрывается ну было бы да здорово там стык железо можно было лампочки какие-то туда встроить но тоже отказался от этого варианта и решил пойти самым простым путем что мне подсказала моя баня баня у меня все отделано вагонкой осина ну здесь я решил применить лиственницу то есть есть специальные половые доски из лиственницы решила почему бы и нет если на полу они держатся то почему они не будут держаться у меня на потолке то есть я сделал купил вагонку лиственницу вот она чем-то обработана почему я так решил потому что я зная что любая вагонка чтобы я с ней не делала всегда потемнеет имейте это в виду то есть любая вагонка со временем будет темная то есть вы ее покрасили светлым там чуть ли не белым она все равно потемнеет поэтому я тоже взял вагонку из лиственницы и покрыл ее еще пропитал белым маслом то есть здесь она покрыта мало того что она сама на заводе пропитана чем-то я еще покрыл ее белым маслом то есть вот эти уголки они сосновые контраст прямо него белые видно что они белые вагонка она еще чем-то пропитана и соответственно не так она побелела на мой взгляд выглядит достаточно хорошо и красиво опять же очень удобно мне с вагонкой было работать при обрамлении проема окна откосов окна ну еще желательно предусмотреть какой-нибудь гигиенический душ он не только поможет вам заниматься гигиеной самого себя но также очень удобно мыть туалет чтобы не набирать какое-то ведро с теплой водой здесь можно горячая у меня здесь ручка есть сделали теплую водичку и мыть и спокойно унитаз всегда будет у вас чистым ну надеюсь мои мысли и нюансы отделки санузла вам помогут в планирование ремонта вашего санузла ну а на этом все подписывайтесь на канал расскажу еще что-нибудь интересного также подписывайтесь на мой инстаграм там больше фотографий по отделке дома и сик панелей ну а на этом все пока пока спасибо что смотрите пока